Привет, Энелпер! В этом видео разберём технику от сушка. Эта техника используется для того, чтобы убрать эмоциональную зависимость от какого-либо человека. Чаще всего эту технику используют после расставания с девушкой, с парнем, с мужем, с женой и так далее, и так далее, и так далее. Для того, чтобы убрать вот эту вот привязку, убрать вот эту вот страдальческую нить. По большому счёту это так. Но эту технику можно использовать не только в любовных интимных отношениях, но также использовать для отцушки мамы, папы, детей, друзей и так далее, и так далее, и так далее. Потому что эмоциональные зависимости на самом деле формируются не только между любовниками. На самом деле эмоциональные зависимости очень часто формируются и между людьми одного пола, друзьями и так далее, и так далее. Итак, суть техники. Я надеюсь, ты уже понял, для чего нужно делать эту технику. Это нужно сделать технику для того, чтобы перестало бомбить от отсутствия другого человека. И первым шагом в этой технике нужно определить, кого же ты хочешь, собираешься, отсушить. Кто этот человек, с кем ты хочешь прервать эмоциональную связь. И ты в своем пространстве, где ты находишься, выбираешь этого человека. Я буду зарисовывать схему, это схема, вид сверху. То есть, допустим, это ты. Я обозначу это как я. Дальше. Определяешь в пространстве этого человека. Обозначу его как он. Просто садишься, либо становишься в своем пространстве, где ты находишься. И представляешь, где бы мог находиться этот человек. Причем тебе нужно визуализировать его образ. Его естественный образ, как бы он выглядел в реале. Представляешь этого человека. Вторым шагом тебе нужно визуализировать эту эмоциональную связь. Обычно люди визуализируют в виде каких-то нитей. Или визуализируют в виде каких-то потоков энергии. Либо в виде канатов. У кого-то бывает даже металлическая арматура настолько плотная. У кого-то цепями эта связь визуализируется. Так или иначе, тебе нужно представить вот эту связь. Я ее вот так отображу. Это вид сверху. Ты представляешь, сидя на своем месте, либо находясь на своем месте, как выглядит этот человек. И каким образом выглядит эта связь между вами. Это второй шаг. Третий шаг. Тебе нужно определить ценности, за которые ты держишься. Потому что на самом деле ты держишься не за человеком. А этот человек закрывает своим присутствием какие-то важные для тебя ценности. Но какие это могут быть ценности? Это может быть уверенность в себе. То есть рядом с этим человеком ты чувствуешь себя абсолютно уверенным. Это может быть сила. Ты чувствуешь себя сильным. Это может быть спокойствие. Это может быть безопасность. Я рекомендую тебе эти ценности где-то на бумаге пометить. Это очень важно. Если ты делаешь эту технику самостоятельно. Если ты делаешь эту технику самостоятельно. То скорее всего тебе будет сложнее контролировать весь процесс. Поэтому запиши на бумаге. Если ты помогаешь кому-то избавиться от этой эмоциональной зависимости, то здесь тоже рекомендую тебе записывать, чтобы помнить это все. Когда ты уже визуализировал эти связи, когда ты определил, за какие ценности ты держишься в этом человеке, тебе нужно перейти к следующему шагу и создать ресурсный образ себя. Я его так нарисую. Я большой. Что это значит? Это диссоциированный образ себя в будущем. То есть ты представляешь в этой же комнате, где ты находишься, допустим, тот человек, от которого я хотел бы отсушиться, находится вот прямо в камере, а тот образ будущего, который я формирую, он находится где-то слева или справа. Обычно люди почему-то выбирают левее. То есть вот туда я буду смотреть и представлять образ будущего себя. Причем этот образ будущего должен тебе нравиться. Ты должен нарисовать такую картинку себя, который тебе действительно нравится. И наделить вот этот образ будущего ценностями, за которые ты держишься в этом человеке. Ты их уже выписал на прошлом шаге. Уверенность, смелость, сила, спокойствие, безопасность и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот в этом образе себя тебе нужно представить, что тот человек, которого ты рисуешь в будущем, он уже уверенный, он уже сильный, он уже находится в безопасности, он уже свободный и так далее, и так далее, и так далее. И дальше мы переходим к следующему шагу, очень важному. Следующий очень важный шаг называется перенести связь. То есть вот эти связи, которые ты видишь с тем человеком, к которому ты привязан, ты их переносишь сюда. То есть сначала ты образ будущего наделил ценностями необходимыми или необходимыми ресурсами, потому что мы цепляемся за какие-то ресурсы. И тебе нужно отсоединить от этого человека эти связи и перенести их к себе в будущем. Причем этот образ, он уже должен быть таким ресурсным. То есть на этом шаге ты просто перецепляешь эту связь на связь с собой, который находится в будущем. Тот человек, который тебе нравится, и это ты. И на этом шаге ты можешь попрощаться с этим человеком, сказать спасибо тебе большое, поблагодарить его. И поблагодари его, знаешь за что? За то, что он помог тебе осознать эти ценности. Вот это прям очень важный шаг. И как бы с ним попрощайся, связи между вами уже нет. Пускай этот образ удалится, растворится, и он больше не участвует в этой технике. Дальше ты остаешься с двумя образами. То есть находишься ты настоящий, и ты связан прочными вот этими связями, но уже с тем человеком, которого ты нарисовал себя в будущем. И следующий шаг называется соединение с собой. Тебе нужно четко представлять вот этот образ, видеть эти связи, которые держатся за те же ценности, но это ты в будущем. И здесь ты делаешь на вдохе воссоединение такое. Как это выглядит? Ты делаешь глубокий вдох, и представляешь, что во время этого вдоха расстояние между вами становится короче. То есть вот эти связи становятся намного короче. И ты делаешь несколько вдохов, 4-5 может быть вдохов, до тех пор, пока вот этот твой образ будущего не станет прям очень близко перед тобой. И когда он станет уже очень, то есть вдохами ты как бы притягиваешь, втягиваешь в себя эти связи, и притягиваешь свой ресурсный образ будущего. И когда он станет уже совсем близко перед тобой, ты задай себе вопрос, готов ли я уже прямо сейчас соединиться с этим ресурсным я? Когда получаешь от себя ответ, готов, делаешь глубокий вдох, и соединяешься. Соединяешься, представляешь, что этот образ соединяется с тобой, и теперь вы одно целое. Вот такая простая техника, но на самом деле очень хорошо и эффективно помогает избавиться от эмоциональной зависимости. Но я здесь повторюсь, от такой эмоциональной зависимости можно избавляться не только от любовных отношений. Можно проделывать эту технику со всеми теми людьми, в отсутствии которых, либо в неодобрении которых ты испытываешь какие-то эмоции. Это могут быть и родители, и начальник на работе, и друг, или бывший друг. Это часто делается при расставании, но можно это делать и без расставания. Могу тебе сказать вот еще что. Я знаю еще минимум три вариации этой техники. Техники отсушка. Если тебе нужны еще остальные вариации, я обязательно сниму об этом видео. Только я попрошу тебя прокомментировать это видео и сказать, что нужны еще другие варианты. Они немного отличаются. На самом деле вариантов намного больше. И я в этом видео просто даю тебе тот вариант, который я использую, работая в индивидуальном психологическом консультировании, когда помогаю избавиться от эмоциональной зависимости. Это мною выверенный такой способ. Хотя есть еще и другие варианты. На этом у меня сегодня все. Ставь лайк этому видео. С тобой был Юрий Пузыревский. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok